Знаете, какая самая опасная вирусная инфекция в мире? Диарея. От поноса ежегодно умирают более полутора миллионов детей. На втором месте туберкулез. Почти полтора миллиона жертв каждый год. Потом идут СПИД и малярия. 830 и 650 тысяч жертв ежегодно. Поэтому я прошу прощения у коллег, но делать первой новостью сообщение из Лейпцига, где зафиксирован первый в Германии летальный исход лихорад Кебала, мы не станем. И сразу перейдем к политике. Центром европейской политической жизни на минувшей неделе стал Милан, где проходил саммит форума Азия-Европа. При всем уважении наблюдателям был интересен не столько сам форум, сколько встречи на полях. Так на четверг были назначены переговоры лидеров Германии и России. Однако встречу пришлось перевести, поскольку российский президент, как это нередко бывает, опоздал. До последнего переговоры были под угрозой срыва. Путин задержался в Белграде и заставил ждать по-немецки пунктуальную Ангелу Меркель без малого четыре часа. До этого она уже встретилась с украинским президентом Бетром Порошенко. Переговоры с российским лидером начались лишь в 15 минут 12-го. И почти до двух часов ночи пришлось вновь обсуждать украинский конфликт. Но эти ночные переговоры оказались лишь разминкой перед важным днем. Восемь утра Путин, Меркель, а с ними Порошенко и другие европейские лидеры встретились на завтраке. Обсуждали минские договоренности и режим прекращения огня в Донецке и Луганске. В итоге украинский завтрак продлился вдвое дольше запланированного – полтора часа вместо 45 минут. Впечатления от встречи у всех неоднозначные. С одной стороны, что Россия, что Европа дают позитивную оценку прошедшим переговорам. Это была хорошая встреча, позитивная. С другой по-прежнему остается много «но». Я думаю, мы сделали шаг вперед по урегулированию конфликта. Конечно, до сих пор остается много разногласий, это нормально, и это причина, почему мы все здесь. Владимир Путин четко дал понять, что не заинтересован в эскалации конфликта и не хочет раскола Украины. Но Россия должна выполнить все договоренности, вывести свои войска и оружие с территории Украины и признать легитимными украинские выборы. Если она не сдержит своих обязательств, ЕС, включая Британию, будет вынужден ввести новые санкции. Главный посредник в переговорах между Россией и Украиной Ангела Меркель вообще не скрывала своего разочарования. Пока я не вижу никакого прорыва. Мы продолжим переговоры. Удалось достичь прогресса по некоторым деталям. Но главной темой является продолжающееся нарушение территориальной целостности Украины. Решающим вопросом при этом является проведение парламентских выборов в Донецке и Луганске согласно украинскому законодательству. Важный итог переговоров – использование беспилотников для патрулирования российско-украинской границы. Но украинский завтрак, казалось, был лишь поводом поднять более актуальную тему – поставки российского газа. Мы со стороны Европейского Союза предложили продолжить переговоры по энергетическим вопросам, которые пройдут здесь, на уровне экспертов из России, Украины и Еврокомиссии. Это как подготовка к переговорам на следующей неделе в Брюсселе по решению газового вопроса между Украиной и Россией. Эту тему обсудили в более узком кругу – в формате нормандской четверки – Россия, Украина, Германия и Франция. На место встречи в отеле «Вестин Пелес» на этот раз первым прибыл Путин. Вслед за ним – Меркель и Алланд. Последним подтянулся Порошенко. После полутора часов напряженных переговоров четверка согласовала основные условия нового газового контракта для украинцев. В этот момент казалось, что проблема предстоящих брюссельских переговоров 21 октября окончательно решена. Но неожиданно для всех после закрытой встречи от Эдотейт Путина и Порошенко украинский лидер заявил о провале газовых переговоров. Детали не раскрыл. По словам российского президента, Москва по-прежнему готова предоставить Киеву скидку в 100 долларов и поставлять газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров. А сумму долга пересчитать с 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 4,5 миллиардов. Но есть надежда, что грядущие холода ускорят процесс переговоров и финальная точка в газовой войне наконец будет поставлена. Яна Карпова, Сергей Финн. Специально для программы «Германия за неделю».